Идея организовать проект совместно с новым художественным театром Челябинска появилась после того, как студенты ЮРГУ откликнулись отзывами о спектакле «Бесы». Они пытались раскрыть его основные философские идеи. Заведующая кафедрой философии нашего университета Елена Гридновская рассказала о главной идее развития круглого стола. Чтобы философию, как сухое абстрактное академическое знание, вывести из этого формата, так получилось, что в системе образования она попадает именно в такой формат. И она оказывается оторванной от реальных духовных потребностей человека, живущего в повседневности. И идея наша, вообще идея, которая и формирует, и движет всем этим нашим направлением, заключается в том, чтобы соединить, примирить повседневную жизнь человека и публичную его жизнь. Задачи какого-то духовного развития и возможности внутреннего развития. Пьеса «Бесы» состоит из трех частей. Каждая раскрывает в себе вечные темы семьи, любви и религии. А по окончанию зритель мог задать вопросы актерам и поделиться с ними своими впечатлениями. Актер нового художественного театра Александр Майер рассказал, в чем важность обратной связи. Можно узнать, а что же, собственно, зрителям было не так услышано, как мы ожидали, и какие новые грани, которые мы сами даже, может быть, не подозревали, что они всплывают в сознании человека, который воспринимает эту информацию. И это является пищей для того, чтобы спектакль был живым, чтобы появлялись новые оттенки, чтобы он просто был живым, потому что он одинаковым не может быть. И как раз общение со зрителем, заинтересованным человеком. Вот именно понимание того, каким образом все это отозвалось в душах и в умах зрителя, тем более такого просвещенного, который занимается философией, русской философией. И тут, конечно, уместны стихи Тютчева. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Именно этого мы и ожидаем от этого разговора. В работе круглого стола приняли участие представители разных направлений – философии, культурологии, искусствоведения и филологии. Каждый из них внес свой вклад в осмысление пьесы с новой стороны. Стол действительно получается круглым. У него нет каких-то концов, у него нет каких-то углов. Это вот такое взаимоперетекание философии в литературу, литературу в жизнь. А из жизни это снова становится, собственно, философскими аспектами. Поэтому кафедра философии решила этот круглый стол организовать. Я думаю, что это такое достойное завершение философского года. В этом году в Юргун, наверное, старт уже к какому-то новому направлению в следующем. В ходе круглого стола каждый участник мог задать интересующий вопрос актерам и принять участие в обсуждении наравне с другими. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова